здравствуйте дорогие подписчики я читаю ваши комментарии и я замечаю что иногда вы меня упрекаете в том что раньше я часто показывала как идут дела по строительству нашего загородного дома а потом стала делать это редко но тут знаете причина вот в чем когда на земле ничего нет и вдруг возникает дом это очень заметно это такой вау-эффект ничего не было и друг раз и появился дом это привлекает внимание а вот когда дом уже стоит но в нем потихонечку ведутся какие-то внутренние работы отделочные работы это не вызывает такого вау-эффекта и наверное это уже не так интересно смотреть хотя на самом деле конечно же дела двигаются дом строится и сегодня я решил вам показать что у нас чего мы достигли за то время пока я вот пока я не показывала нашу стройку так вот мой главный строитель он сейчас нам расскажет что у нас сделано вообще за на сегодняшний день по дом так горь значит что у нас сделано давай прям коротко по пунктам ну что дом поставлен под крышу заведен сделано внешнее утепление обшит дом полностью теперь ведутся внутри отделочные работы так вода заведена канализация уже работает все у нас короче теперь остались только внутри отделочные работы отопление отопление кстати же котел все-то разведен вот осталось только теплые полы батареи все вот так выглядит наш фасад эти окна пока еще временные этой весной или летом мы планируем поставить уже постоянные окна горе что ты можешь сказать про окна они будут точно такими точно такими же они будут практически такие же хочу сказать вот в одну нитку сделаны окна из целлофана и в доме гораздо теплее чем на улице сейчас мороз минус 16 а в доме ну градусов 7 не больше то есть чувствуется себя что в доме тепло а если будут хорошие окна стоять то уху вообще будет теплый я тоже думаю что хоть мы не бы такие вот их огромные сделали но я думаю что это не повлияет на снижение температуры в доме правильно все правильно нисколько не повлияет так теперь давайте пройдем внутрь дома и посмотрим что у нас новенького внутри добро пожаловать дом у нас как видите очень большой и все комнаты будут очень большого размера вот это у нас прихожая боль если я буду чем не то говорить ты мне поправляй значит у нас прихожей вот здесь будет вдоль стены ну такая раздевалочная группа да так сейчас секунду а вот здесь у меня будет большое зеркало да правильно так здесь перегородка планируется перегородка дверной проем раздвижные двери для того чтобы можно было отделить то есть давай скажем что у нас там у нас там вход подвал подвал да но пока он закрыт но здесь все будет сделано вот такую по уму так теперь у нас вот здесь будет вход вот этот вход в мой кабинет мой кабинет мы зайти сейчас не можем потому что здесь все завалено утеплителем я вам ничего не могу там показать но вот тут будет лестница на второй этаж и она будет прямо вот вдоль стены моего кабинета вот видите сейчас пока стоит временная но тут будет большая широкая вот планировка сейчас пока покажем этот черновая вот таким углом будет лестница с хорошими деревянными красивыми перилами вот идемте дальше так вот это вот будет мечта всей моей жизни это гардеробная когда я ее планировала я почему-то думаю что она будет огромное при огромное и что я там буду просто чуть не танцевать но в итоге почему-то оказалось что она опять какая-то маленькая хотя муж меня уверяет что все там уместится конечно гарантируешь так вот это вот святая святых нашего дома более заходи и расскажи что здесь как мы называем эту комнату это у нас техническая комната техническая комната вот здесь у нас ведь и разводка более здесь объяснит и потому что я не не электродный котел не он электрический но и нагревается за счет ионов вот разводка пошла на теплые полы через косвенный нагрев горячей воды для мытья посуды и мыться и пошло отопление наверх а потом отопление у нас следующая труба будет возвращаться в обратку когда будут батареи уже стоять и через насос будет циркуляция отопительной системы пока что котельная только сделана на данный момент теперь мы заходим наверно в главные апартаменты дома это большая большая столовая и большая при большая кухня вот здесь будет рабочая зона и светлая большая рабочая зона всякие столики шкафчики посреди кухни я тоже планирую поставить островок специально для того чтобы можно было делать съемку и показывать вам всякие рецептики приготовления всяких полезных блюд и так далее так и здесь будет такая арочный такой арочный большой проем и кухня плавно переходит ну столовую что ли назвать как гостиную как правильно не знаю конечно сейчас трудно пока понять размер этой комнаты потому что видите все завалено вот здесь камин вот про камин вот что ты можешь сказать но камин стадии не могу я штукатурить отделка закончить камена потому что в этом году еще мы не вывели трубу через крышу как только трубу выведем протоплю и а штукатурю делал как надо перегородочку тогда все вот и надо сказать что у нас камин будет работать на две комнаты то есть вот одна часть камина отапливает эту гостиную и задняя часть камина выходит спальню давайте я вам покажу как это выглядит идемте спальню она находится через стенку с гостиной вот вот вторая часть камина тыл задник задник камина и он даже будет с лежанкой то есть можно будет даже полежать погреть косточки так вот это наша спальня тоже с большим окном вот и из спальни мы выходим и попадаем санузел так здесь тоже пока мало что понятно но здесь будет у нас умывальник том углу унитаз здесь будет душ 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 и вот сюда заходим здесь будет у нас баня вот здесь будет самая настоящая парная где мы будем парить косточки наши ну вот в принципе все мы сделали вам обзор того что уже сделано на сегодняшний день на второй этаж мы подниматься не будем потому что там еще конь не валялся он будет валяться у нас летом вот и собственно на выход собственно выход да про веранду мы еще не сказали у нас будет огромная веранда вот здесь боковины тоже будут закрыты перилами здесь будут у нас такая зона отдыха вот и мы планируем что кстати вот да вот потолок вот так обшит блокхаусом и мы планируем что на дождливую погоду или на зимнее время мы будем эту веранду закрывать как они ролл ставни да правильно ролл ставними вот но такими вот поднимающимися и опускающимися типа чтобы снег не попадал чтобы дождь не мочил вот а на хорошую погоду можно открывать и наслаждаться здесь вот прекрасным видом здесь много зелени здесь вот справа планируем еще обустроить зону отдыха ну в общем вот так вкратце ну вот я сделала вам обзор нашей стройки если у вас остались какие-нибудь вопросы мы с удовольствием на них ответим задавайте их в комментариях ну и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok